Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим об украинизации телевидения. В эту пятницу вступает в силу законопроект 53.13. Он вводит достаточно жесткие языковые квоты на телевидение, так что не удивляйтесь, что с пятницы мы переходим преимущественно на украинский язык вещания. Если вы желаете задать вопрос нашим гостям в студии, то звоните по номеру прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. А гости у нас сегодня Игорь Шавров, юрист. Добрый вечер. Добрый вечер. Оксана Поднебесная, журналист. Здравствуйте. Ирина Ковалиш, также наша коллега, журналист, ну и депутат Одесского областного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Также мы призываем вас принять участие в нашем интерактиве. Мы вас сегодня спрашиваем. В принципе, простой вопрос. Поддерживаете ли вы украинизацию телевидения? Если да, звоните по номеру 784 80 81. Если нет, то по номеру 784 80 82. Игорь, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете вот этот законопроект? Да, действительно, вот нужен ли он и не слишком ли жесткие квоты? Я начну с предыстории. Изначально у нас уже действуют квоты в радиоэфире. Они составляют 35% от эфира в период с 8 до 14 и с 18 до 22. Законопроект, который вступает в силу в эту пятницу, предполагает 70% квотирования украиноязычного продукта на телевидении или на языке мов Евросоюза. Как на меня, как юриста и как автора, если вы знаете... Вы уже по-украински формулируете. Как на меня, этот законопроект, он немножко рано его вводят. Немножко перчастно. Это уже переходим на украинский, действительно. Потому что для того, чтобы запускать квоты, нужен продукт. Этот мы видим и в музыке, потому что некоторые радиостанции музыкальные, мы уже можем брать пример и апеллировать к примерам, не могут выполнять квотную норму, но их требуют, их обязывают это делать. С другой стороны, авторы не могут обеспечить сейчас качественный украиноязычный продукт, хотя они полностью стараются это сделать. Именно поэтому я считаю, что, исходя из опыта квот на радиовещание, это немножко рано, еще рано. А вот были прецеденты тем, чтобы штрафовали на радио, да, на радио, подчас радиоэффективы? Насколько я знаю, да. Насколько я знаю, радио Шансон была штрафована. И Ньюс Вану тоже угрожали, насколько я помню. Механизм наказания, он в любом случае будет эффективен, потому что у государства есть все рычаги, вплоть до лишения лицензии. А радио и телевидение, это не только медийная площадка, но мы не должны забывать о том, что это бизнес в первую очередь. Ну, если сравнивать, я сейчас немножко апеллирую и к Игорю, если сравнивать, конечно, радиопродукт, музыкальный продукт и продукт телевизионный, то, конечно, радийщики еще сейчас могут перекреститься. Они еще отделались, как говорится, небольшими потерями, потому что квота 35% украиноязычного продукта и 75%, как с пятницы, будут для телевизионщиков. Это, конечно, совершенно разные цифры, плюс не стоит забывать стоимость производства музыкального продукта и телевизионного. Это в разы цена продукта выше телевизионного, поэтому тут телевизионщики будут страдать гораздо больше. Ну, я тут с вами не совсем сгоден, потому что радиостанции, они загнаны сразу в более жесткие рамки. То, что Игорь, например, привел радиошансон, ну, это такой вузькоспецифичный напрямок в музыке. Вы знаете много украинского шансона? Я думаю, что нет. Я скажу, что это радиостанция в тройке самых популярных радиостанций в Украине. Слушайте, ну, я недавно почула там Ивана Поповича и роковые композиции, и украинские. Так, я украинский шансон, я для вас дивована, но это же не шансон. Крутые, это правильно, но... Какие-то львовские батяры, это украинский шансон, до речи. Ребята, мы можем долго говорить, хорошо это или плохо, но за столом и здесь сидят в студии прямого эфира, и телезрители это в большинстве своем законопослушных граждан. Мы, речь идет уже о том, о вступившем в силу законопроекте, который кватирует радиовещание, и мы говорим уже о том, что 3-4 дня, и у нас уже будет абсолютно вступившую в силу закон. Поэтому мы законопослушны, мы можем об этом дискутировать, мы можем говорить, какие риски будут у телевизионщиков, у радиочеков, у зрителей. Я могу ввести, как представитель политической силы оппозиционный блок, в исторический экскурс. Наша фракция в парламенте не голосовала за это, потому что мы считаем, что очень много запретов у нынешней власти, очень мало зеленого света в бизнесе, в производственном направлении, в налогообложении. Поэтому прежде чем что-то запрещать, нужно, конечно же, дать больше свободы. Насколько телевизионщики имеют эту свободу при нынешней власти, ну, наверное, Константин, нас больше с Оксаной введут в экскурс, чем, например, юрист и представитель политической партии. Ну, что касается нашей телекомпании, то свободы, на счастье, в нас достатньо. Оксана, ваша думка с приводу законопроекту? Звичайно, я поддерживаю законопроект. Я всегда буду поддерживать украинскую, государственную мову в эфире, в телеэфире, в радиоэфире, в будь-якому эфире. Вважаю, что эти квоти нужно было вводить давно, потому что в Одессе мы не имеем украинского телебачения. Практично немаємо. Кілька каналів серед десятка могут себе позволить вести мовлення гарною украинською. А в регионах взагалі дуже мало компаній, які знають і дають свої програми украинською мовою. Вважаю, что зараз роль телебачения, вона еще больше просвітницька, ніж розважальна, потому что мы живем в такий час, когда война на Сходе, Крым окупованный. И мы бачим, что за весь час незалежности нам не вистачало украинской державности, украинской идеи. А особенно в Одессе, на певдне Одессе, где украинской мовы было надто мало, где граждане почували себя меньше украинцами, чем на певночь Одессе, в этом проблема. И я очень надеюсь, что сейчас квоти, которые будут введены 13 жовтня, в решить эту проблему. Потому что в Белграде, в Измаиле, в Киле, в Киле мусять быть украинские программы, эфиры, фильмы, сериалы и музыка, конечно, украинская. Питание еще в том, чтобы не отштовховать подобными речами от украинской мови. Думайте, что может не отштовховать. Мабуть, пані Ирина знают, какие результаты Одесса область поседает по ЗНО. Не самые лучшие. Не самые хорошие. А чому? Одни из них гирших. Одни из них гирших. Это останние места в рейтингу среди областей Украины. Это прямо, ну, это относится до цієї темы. Потому что в нас украинская мова, которая не звучит из радиоэфиров, из телеэфиров, которую не чуют достаточно школярые в школах. Это ревень ЗНО. Не только украинская мова, а история Украины, до речі. Також перед останним месяцем одесские школярые показывают по рейтингу всей Украины. Это ганевное явище. И я считаю, что и закон про освіту, который подписал Порошенко, и мовные квоты, которые вступают в силу и дадут возможность в Одессе чути украинскую мову и больше сприймать ее на слух глядачам, они дадут свои результаты. И наши школярые... От, питание, чему таке поганное ЗНО? Питание в школярах хіба? Ни, наши дети не гірше, ніж по всей Украине. Это питание освіти, просвіти в том числе, яку несет телебачение. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Да, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я смотрю, что-то очень быстро прогнелись мысля. Одесса все-таки, давайте говорить откровенно, русскоязычный город. На Академии уже на Мове, у вас сегодня на Мове, Первый городской на Мове, смотреть нечего. И вот это голосование, которое там вот было, сто процентов против. Оно хоть что-то решает, это голосование? На Академии там голосования идут, еще идут госаля. Оно на что-то хоть влияет? Вот тут народ против. Что-то это изменяет или нет? Скажите, пожалуйста. Спасибо за ваш звонок. Единственный момент, я хочу сказать, ну сто процентов, это понятно, что просто когда у нас опросник висел в начале эфира, что это, ну, видимо, один или два телезрителя позвонили, и вот наш телезритель, который звонил... Константин, я сомневаюсь, что у нас такие опросы, давайте о результатах мы поговорим в конце. Хочу ответить телезрителю. Я абсолютно убеждена, что в городе Одессе, где действительно большинство русскоязычного населения, да и я, и там моя семья русскоязычная, несмотря на то, что у меня мама преподаватель украинского языка и литературы, я когда-то успешно обучалась в педагогическом университете и прекрасно разговаривала на украинском языке, и благодаря этому попала на телевидение. Вот. Все равно, конечно же, продукт должен быть по максимуму доступен для зрителя. Если зритель выбирает русский язык, русские разважальные, какие-то программы, неважно, это региональное ТВ, либо это всеукраинский, то зритель должен получать. Зритель здесь у нас заказывает тот спрос, и предложение должно поступать у телевизионщиков максимально качественно, именно на том языке, на котором запрашивает потребитель, а зритель в данной ситуации потребитель. Единственное, что законодатель, есть лазейка, в том числе и для региональных СМИ, это прямой эфир, гостям, участникам прямого эфира не запрещается, а даже спокойно они могут говорить по-русски, поэтому русскоязычную речь вы услышите все равно, если эта программа не выходит только в записи, а прямой эфир это позволяет спокойно. Ведущие, конечно же, будут обязаны говорить на государственном украинском, но тут есть вариации, поэтому не все так плохо, хотя, еще раз повторюсь, с запретов никто ничего не начинает. Хотя вопросы языка это сугубо личные. Оксана затронула тему ЗНО, и я вспомнила, когда я закончила в городе Ильичевске, я заканчивала русскую школу, у меня были сложности с украинским языком. Мне тогда как раз помогло телевидение, потому что на 1 плюс 1 шли шикарные фильмы, они шли на украинском языке, и разговорную, литературную речь я тогда почерпнула с тех пор. Но не стоит забывать, что там я заканчивала школу, это были середины 90-х, 97-го года. А сейчас мало что изменилось, Ирина? Мало что изменилось, изменилось. Сейчас есть много протеста и невоспринятия вот этого насильственного метода насаждения. Тогда середина 90-х, это 91-й год, это независимость, это такой пиетет, такое трепетное отношение ко всему независимому, сейчас этого нет. И сейчас очень много отторгается как раз по причине того, что это насаждается. У нас есть еще один телефонный звонок, Оксана, потом я дам вам слово. Да, добрый вечер. Алло. Да, 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 добрый вечер, вы в эфире говорите. Меня зовут Владимир Михайлович. Вопрос такой, любое мероприятие, оно требует соответствующей подготовки. Что делать людям, которым, ну, где-то 60, 70, 80 и так далее лет, где они могут пройти обучение на украинском языке. Созданы у нас в стране, в городе, в Одессе, такие курсы для этой категории людей, для того, чтобы, ну, слушать на украинском языке все передачи, которые будут. Дмитрий Михайлович, спасибо большое за ваш звонок, Оксана, вы видите. Дуже вдячна за это вопрос. Так, в Одессе, и есть час в часу, проходят курсы безкоштовные для людей, которые хотят изучать украинскую мову. Зокременно, я знаю, в библиотеке Грушевского, было пару таких курсов. Поцікавьтеся, будь ласка, це важливо. Я хочу звернутися до людей, яким не 60, а трошки менше років, середнє покоління. Мені не зрозуміло, чому таке відторгнення української мови, тому що ми всі, хто вчився в радянській, українській школі, мабуть, вивчали українську мову, літературу, історію України. Чому таке становище на телебаченні Одесси, для мене не зрозуміло. Мабуть, роками лобіювалася російська саме мова, чомусь оцей міф про російсько, тотально російське, російськомовне місто, це нав'язувалося, тому що не зовсім так, не все так однозначно. Немає чорного і білого. Є напівтони, тому що від'їхати від Одеси трошечки, там української мови дуже багато. В Затоці я відпочивала цю норогу. Це на південь переважно. Так, нічого, на південь так само, Затока, Білгородністровський, там персонал, який обслуговує все у збережжя Чорного моря, вони всі розмовляють українською мовою. Я дивуюся від продавців на касах в супермаркетах Одеси, вони також розмовляють українською мовою. Чому зараз якраз настав час, щоб якісно вивчати, навчати свих дітей, сприймати на слух цю гарну, мелодійну мову з телебачення. І це шанс вивчити і спілкуватися. Ігор, випрос к вам. Ірина, дійсно, важливий момент подняла о том, щоб телезритель сам вибирав язик, на якому він хоче отримати той інформаційний продукт, який ми стараємося для телезрителя і робити. Ми ж, понятно, для телезрителя працюємо. От скажіть, а є лише такі механізми, в принципі? В кожному законопроєкту є такий пункт, відповідальність законопроєкту, т.е. які відчинні відчинення він має зарегулировати і що поменять. Я глубоко убеждений, що ви переоцениваєте роль телезрителя для молодого поколення. Я сам телевизор смотрю на ютубі. Откровенно. Але це телепрограмма. Абсолютно правильно. Я фільтрую, я смотрю, в першу чергу, інтернет. І вступний шаг, що буде зарегулировано інтернет. Зарегулировано телебачення, яке викликали в інтернет. Це все одно залишається спочатку телебачення. Я ж не закінчил. Вибачте. Я ж не закінчил. Тем не мене, то есть, як будуть уходити, будуть появляться блогери, і тем не мене, возникнет вопрос регулировання інтернет. Це перший момент. Второй момент, що касається молодого поколення і української культури в цілому, на прошлой неделе я был, я встречался с главою Союзописателей в Одесской области Сергеем Дмитриевым. Вот скажіть, кто із вас знає, де знаходиться Союзописателей в Одесской области? В мої студенческі годи це було Белинського 5. Да, їх выгнали з Белинського 5, ще лет 5 назад. І вони зараз знаходяться в здательстві «Черноморье» в ужасних условіях. І вот именно це показує отношення к українській культурі. Потому що це 60-ники, це люди, які відстаивали независість, і зараз вони витянуті ради того, ради застрійщиків. А чому так сталося? Це прикладной вопрос. Це не вопрос квот, ефемерних кілька вещів. Це наслідки того, що відбувається в державі. Це не надо. І це тема про світництво в тому числі. Абсолютно. Це не вопрос не государственный. Це вопрос бутової. Здесь, в Одесі, у нас. Я хочу додатись. Ще один бутовий вопрос, который затронував Ігор, це про пропаганду українського творчества, литературного. Ще, опять-таки, вопрос, що Константину, я прошу прощення, що я немножко так перебираю, що к Оксані. А насколько сейчас в преддвері квотного принципу на українському ТВ, наскільки государственна телерадиокомпанія, ну зараз філія, національна телерадиокомпанія, получила финансовий достойний ресурс для того, щоб продуціровати українському продукт. Наскільки ви маєте поток фінансування з госбюджету. Частная компанія, телеканал-репортер, более того, вообще никак не мотивирована выполнять этот закон и как-то повышать мотивировано санкциями, возможно. Исключительно, да, исключительно штрафными санкциями. Но мотивации в часті бюджетного фінансирования и каких-то льгот, этого ничего нет. Я хочу додати з власного досвіду, як журналіст, що програму «Україномовно» будуть дивитися тоді, коли вона буде цікавою. Это как учитель зависит. Это как учитель зависит. Не упереджено, об'єктивно, якщо вона буде класна, крута и мега-пізнавальна або корисна, буде відповідати на всі запити громадянського суспільства або конкретно якоїсь версії населення. Цю програму будуть дивитися українською мовою, буде намагатися зрозуміти цю програму для того, щоб знати, як їм діяти в цьому житті. Российськомовне населення, оно получило паспорт, оно абсолютно свідомо. Это закон про окноты, який регулярный кількість. Небесный, без кого-то еще, без обид. Как ему адаптироваться к нынешних условиях политических, экономических и других? Пані Ірино, насколько я знаю, ваш коллега з ОПО-блоку Владислав Фінік задекларировав нащому давні на останній сесії попросив, щоб вся рада вела засідання української мови. Голова обласної ради, которая является первого ранка. Нет, то бачите, что немало проблеми в українській мови, в обласній ради. У меня немає проблеми в українській мови. Просто вы это преподносите, сейчас мне сложно перескочить, вы это преподносите как попытку чему-то научить русскоязычного зрителя. Русскоязычный зритель прекрасно понимает, что такое хорошо есть в украинском, что такое хорошо есть в российском, и наоборот, что плохое есть Чекайте, для российском мовного глядача також передбачены ось эти квоты, которые будут с 22 кучей до 7 утра, которые будут передбачены и для нас меньших. Там даже есть евро. Мы должны помнить одну вещь, что российское мовное населенение в нашем регионе, оно подавляюще превалирует. Не просто там чуть-чуть подавлять, подавлять. Оксана, мы сейчас подчеркиваем те, которые, как говорится, понаехали. Вот мы их подчеркиваем и у нас все равно статистика упрямая вещь. Да, второй мальчик. Чекайте, место изменилось за последний час, потому что за последние годы у нас урбаністи говорят про то, что в Одессу съехались реально люди из районов, где нет работы и також работают тут. Это украиномовное населенение и болгаромовное населенение и с другими мовами. Урбаністи, то есть я тоже могу говорить там, что они наше Давайте говорить о большом европейском республике. Смотрите, то, что большой процент русскоязычного населения это не значит, что все русскоязычное население хочет исключительно смотреть русскоязычный контент. Например, многие люди русскоязычные хотят так же, чтобы были действительно качественные передачи на украинском языке для общего развития, для образования языка. Я не знаю, хотят ли, но они готовы это смотреть, потому что они любят, например, ведущего Константина либо журналиста Оксану, либо хотят посмотреть на юриста Игоря, либо любят оппозиционный блок и как-то с этим ассоциируют меня. То есть тут как бы разная вещь. Я говорю о другом, что если человек русскоязычный от рождения, это еще не значит, что вот он хочет исключительно русскоязычный продукт информационный. Да, Игорь, еще один пример. До введения код на радио, вот с чем я сталкивался как автор, радиостанции всегда говорили принесите хорошую украиноязычную песню, мы ее возьмем в эфир, просто будет хитом. Что вы думаете, кто-то нес? Никто не нес. И сейчас тоже никто не нес, не бегут. Не погоджусь, потому что чую дуже багато якісної української музыки от новых гуртов, названных, яких дизнаюся с подовом, они появляются, насправді. Квоты на радио дали свой результат. Так само квоты на українському телебаченні зроблять свой результат. Я в цьому впевнена. Назвіть мені, будь ласка, номер садка дитячого в Одессе, где ведется навчание, вихование украинской мовы. Багато знаете садок? Я не дороже, что до... Это величезная проблема. Закон про освіту, который регулюет надание в детячом садке, в початковой школе, в вузах Украины. Это тоже великий вклад в то, чтобы населення отримывало качественную украинскую государственную мову. В чем же вклад? Вы, помимо того, что юрист, я знаю, что вы пишете музыку, песни, скажите, украиноязычное творчество сложнее продвигать? На данный момент? Нет. Даже не сейчас. А в принципе, это не было проблемой никогда. Украинские артисты, украиноязычные артисты, они выступали, они гастронировали, они делали музыку. Ну да, она там не крутилась прямо там, на радиостанциях, на Европе Плюс. Но никто не делал продукт для Европе Плюс. Когда Анука появилась, ее стали крутить на Европе Плюс. И никакой проблемы с этим не было. Когда Дорн выпустил танец пингвина, с этого никаких проблем не было. Я более того хочу сказать, что сейчас это стало даже большей, может быть, проблемой для авторов. Вот я пишу на Укра... Я тоже пишу песни на украинском языке. Думаете, так легко найти тех, кто их исполнит? Нет. А с моим артистом, Славой Благовым, мы сейчас хотим сделать украинский дуэт. Думаете, найти девушку, которая соответствует уровню? Может, это не с украинской мовой связано все-таки? Нет, это связано с отсутствием артиста. Так. Тут... Рынок... Это вопрос невидимой руки рынка. В том, что то, что нам предлагает государство, должно быть применение. Если мы говорим, что есть квоты, значит, они для чего-то нужны. А если они ничего не меняют, то зачем же тогда они нужны? Украинскую музыку и так ставили без квот. На самом деле, и музыканты появлялись и так без квот. И выступали и так без квот. Потому что есть интернет, потому что есть политика эфира. И радиостанции спокойно брали такие песни. То же самое и с телевидением, и с образованием. Какое великое достижение именно конкретно дает нам этот закон? а мы сейчас говорим про телебачение. Вы смотрите телебачение в интернете, а старшие люди смотрят его по телевизорам. И для старшего поколения так, возможно, мы будем ламать стереотипы одесского телебачения. Но реально очень надеюсь, что одесское телебачение, а оно и качественное, и очень сильные фаховые канали, и ваш среди них, будет давать гарные программы, качественные и украинские. И, на самом деле, это не так важно перекласти новини, десь продублювать синхрон, або, наоборот, мотивировать гостей разговаривать украинскую, если они ее знают. А они, апріори, мают знать, если они живут в государстве Украины. И, возможно, каналу только доведется потратить еще на одну посаду гарного лід-редактора, который просто помог бы журналистам десь трошки притягти мову. Но в эфире это будет выглядеть качественно и классно. Есть люди, которые принципово не хотят говорить украинскую, когда есть квоти. И с этой точки зору мы втрачаем все-таки певный плюрализм до мов. Можно с ними погоджаться или не погоджаться, но все-таки певный прошарок людей мы втрачаем как потенциальный гост нашей студии. Если мы говорим про украинизацию насильственную, как кто-то подает, то так. 75% украинского контента это не насильственное? Нет, это не 100%. Спасибо большое. Для нас меншин не 75%, а для региональных людей 60%. Подождите, вы сейчас рассказываете про то, что телеканалу придется потратиться на хорошего литредактора на чуть-чуть поднатаскать украинскую речь у ведущего, но вы забываете, что сейчас основные продакшены, а не в Киеве, это общенациональные каналы, и там не обойтись такими затратами, о которых вы сказали. загальнонациональные результаты нашего интерактива. Напомню, мы спрашивали, поддерживаете ли вы украинизацию телевидения. 14% да, нет, 86%. Вот, подсказывает уже 15% на 85%, но тем не менее, все-таки достаточно такие цифры разнятся, нету паритета во мнениях. конечно, я согласен, что мы достаточно жестко сформулировали вопрос, возможно, это также где-то отразилось на результатах, но тем не менее, результаты такие, какие они есть, в режиме блиц по 30 секунд. Игорь. Данный законопроект, как и квоты на радио, на мой взгляд, приняты только для того, чтобы выставить русскоговорящих украинцев над меньшинством. Я считаю, что в данном случае либерализация эфира и свободный выбор языка общения должен превалировать для обычного украинца. Но вместе с тем, я... Механизм какой? Механизм выбора, да, языка общения. Ну, Верховная Рада решит, так сказать. Этого созыва или следующего? Следующего созыва, да. Но вместе с тем, я убежден, что каждый человек, конечно, должен знать украинский язык и говорить, и говорить на нем свободно. Оксана. Я считаю, что квоты, мовные квоты, это захист свобод украиномовных глядачей, которых есть много в Одессе, в Одессе, и области, тем больше. Это большая роль просветительства в украиномовном телебачене, потому что нам усім нужно подтягивать свою украинскую в том числе, и ведущим, и журналистам, и глядачам. Величезная роль сегодня в запроведении этого закону. Я желаю, чтобы все одесские канали искористались шансом стать еще краще. Ирина. Ну, я не такой оптимист, поэтому я вообще и по характеру, и по политической принадлежности категорически против малейших запретов, которые так или иначе ущемляют права граждан. Мы говорим о том, что сегодня власть и ограничивает 49-ю статью Конституции предоставления бесплатной медицинской помощи, медреформы. Нам уже запретили и российские соцсети, и Мейл.ру у нас ограничивают законы нацполиции существенно, может влезть в личную жизнь любого человека. Вот сейчас у нас еще один ограничивающий, резко ограничивающий законопроект, который вступает в силу, и сегодняшний опрос показывает о том, что насильственно в такой пропорции делать этого нельзя. Как законопослушный гражданин Украины я, естественно, буду подчиняться всем законам, но дождемся следующего созыва совсем скоро новой Верховной Рады, и тогда будем обсуждать уже новые изменения к данным законопроектам, которые запрещают и ничего не дают взамен. Я вас благодарю за интересный эфир, за содержательную дискуссию, за интересную беседу. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, мы работали в прямом эфире, у нас в гостях были Ирина Ковалевич, депутат Одесского областного совета, журналист, журналист Оксана Поднебесная и юрист Игорь Шавров, студию провел Константин Гричаны. Оставайтесь на репортере.